Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Хочу поблагодарить вас за приглашение принять участие в столь интересном форуме, который вы сейчас проводите. И мое сообщение будет посвящено той проблематике, которая, на мой взгляд, в онкологии занимает не последнее место. Суть этой проблемы состоит в том, что подавляющее большинство онкологических больных на той или иной стадии течения онкологического заболевания развивается тофологическая недостаточность, которая, с одной стороны, может существенно ограничивать возможность применения современных методов лечения, а с другой стороны, может являться непосредственной причиной опасных для жизни пациента осложнений и его, естественно, преждевременной смерти. Вот видите, здесь существуют разные статистики. От 30 до 87 процентов онкологических больных имеют снижение массы тела до начала терапии. И видите, что очень печально, что примерно половина из них отмечено снижение массы на 10 процентов, а еще у четверти около 20 процентов. И мы прекрасно знаем, что кохексия, вот уже многие годы, является непосредственной причиной смерти у каждого пятого пациента с злокачественными заболеваниями. Причины развивающейся трофологической недостаточно тоже достаточно хорошо известны. Это многофакторные причины. Ну, во-первых, это контакт опухоли, так сказать, с организмом пациента и продукция этой опухоли. Тканевых деструкторов, среди них, которые два наиболее важные, это лепитмобилизирующий фактор и стимулирующий протеолиз фактор, что ведет к быстро развивающейся саркопении. Это чрезмерная продукция иммунокомпетентными клетками известных эфектинов, которые формируют системный воспалительный ответ. Это ТНФ, инглорекин первый, шестой, гамма-интерферон и так далее. Это изменение вкусовых и обонятельных ощущений, что наиболее, конечно, актуально для больных с опухолями головы и шеи. Это наличие тотальной или парциальной анорексии, это нарушенное глотание и пищеварение. Вот причины нарушенного глотана могут быть иммукозиты и развивающиеся урофрингеальные, недостаточность, естественно, поражение жевательного аппарата, ну и часто нарушенное пищеварение, обусловленное химиотерапевтическим или лучевым воздействием. Это неустранимая боль, приводящаясь к симпатико-атоническому истощению и целый ряд психологических факторов, о которых мы тоже только что говорили. Ну и, наконец, это агрессивная химиолучевая терапия. Все это в совокупности своей предопределяет дисфункцию трофической цепи и метаболическую дезорганизацию, системную метаболическую дезорганизацию, которая приводит к хронической катаболической направленности обмена у этой категории больных. Отсюда выплывающая очевидная реальность, что своевременно назначенная нутриционная поддержка или по-другому модуям клиническое питание любой категории онкологических больных, которая будет направлена на предупреждение и коррекцию, часто развивающиеся у них трофологические недостаточности, должна быть обязательной составляющей на всех этапах их лечения. И мы должны помнить о том, что любое истощение или кохексия лучше предупредить или осрочить, чем ее лечить. Ну а фактически реалии на сегодняшний день. Клиническое питание рассматривается как фармакологическое питание, которое получило название, или мы по акции не 15 лет, по крайней мере об этом говорим, нутритивно-метаболическая терапия – это, по сути дела, самостоятельный вид патогенетически направленного лечебного воздействия, которое подразумевает не только обеспечение организма всеми необходимыми питательными веществами, а каждая клетка нашего организма должна получать 76 нутриентов, 45-50 из которых являются незаменимыми в зависимости от клинической ситуации. Ну и, наконец, это воздействие на трофическую цепь организма с целью оптимизации симуляторных и метаболических процессов организма. Развивающаяся инсулиновая анаболическая резистентность на фоне митохондриальной дисфункции этой категории больных часто вызывает ту или иную резистентность при реализации данного вида медицинского пособия. И ключевые вопросы при назначении данного вида терапии – это кому назначать, когда, каким образом, сколько, что, как долго, ну и, как считать в мониторинге, оценить эффект проводимой нутриционной поддержки. Конечно, начинаем с скрининга. Конечно же, это должно проводиться еще на амбулаторном этапе или при первом контакте пациента с онкологом, чтобы выявить вот эти три простых вопроса, вернее, задать эти три простых вопроса, которые на сегодняшний день по согласованию с ПНС приняты как очень простые скрининговые, так сказать, вопросы, позволяющие определиться, нуждается данный пациент в нутриционной поддержке или нет. Первый вопрос – отметили ли вы снижение массы тела за последнее время? Второй, если да, то на сколько? Имеется определенная тарификация в зависимости от, бальная тарификация в зависимости от потери массы тела? Ну и третий вопрос – имеете ли вы пониженный аппетит и затруднение при приеме пищи, как следствие стяжения объема принимаемой пищи? Если более двух баллов, мы говорим, что данный пациент нуждается в нутриционной поддержке. Абсолютными показаниями для назначения онкологическим больным, да и не только онкологическим, а практически большинству и других пациентов клинического питания является вот первая позиция, о которой еще сказал Арвид Уренден в 1972 году, и лучше, чем сказал он сказать, невозможно в принципе. Любой пациент, который по тем или иным причинам не хочет, не может или не должен получать пищу естественным путем, является абсолютным показанием для назначения клинического питания. Наряду с этим это быстро прогрессирующая потеря массы тела, за которой может развиваться органная дисфункция, органная дистрофия, предрасполагающая к развитию полиорганной дисфункции. Темп, видите, 2% в неделю, 5% в месяц, 10% за 6 месяцев. Это наличие у пациентов исходной гипотрофии, индекс массы тела отраженный, обращаю ваше внимание, на возрастные особенности индекса массы тела, которые четко сопряжены с уровнем, так сказать, мышечной массы у этого человека. И если эти показатели будут ниже, вот указанных, 21-22 кг на метр квадратный роста, то это, как правило, сопряжено с имеющимся у этого пациента с аркопенией. Это умеренное истощение, даже умеренное истощение висцерального полубелкового, наличие абсолютной лимфопении, которая может свидетельствовать о наличии исходной иммуносупрессии, а если это меньше 800 клеток, то об иммунодепрессии. Ну и, наконец, это угроза преждевременной смерти от кихексии при ожидаемой продолжительности жизни пациента более 2-3 месяцев. Следующий вопрос, когда начинать? Своевременность назначения, один из принципов данного вида пособия. При исходной гипотрофии лучше всего за 2 недели где-то до начала планового лечения, но не менее 7 дней. Конечно же, это лучше начинать на амбулаторном этапе, поскольку это позволяет избежать ненужной госпитализации и определенным образом позволяет профилактировать развитие нозакриминальных инфекций. При удовлетворительных показателях трофологического статуса с первых дней начала лечения и последующей реабилитации. Поэтому все больше и чаще говорим о наличии переоперационной и перехимиотерапевтической нутриционной поддержки, которая подразумевает определенную многоэтапность в пред, непосредственно в период проведения того или иного пособия и в период реабилитации того или иного пациента. Каким образом? Принцип очень простой. Если же лодочно-кишечный тракт работает, его нужно использовать, а если нет, то надо предпринять все усилия для того, чтобы восстановить его полифункциональную деятельность. Но, конечно же, на первом месте стоит дробное парадальное питание с применением высокобиологически ценных энтеральных питательных смесей методом СИПИНГа. Речь идет о добавках специальных смесей, о которых я буду чуть-чуть ниже говорить. Естественно, что я не смогу охватить в рамках отведенного времени все, так сказать, направления. Либо добавки сухих смесей в те или иные блюда. Специально выделен красным текстом с учетом вкусовых предпочтений. Помним о том, что у онкологических больных крайне вариабельны вкусовые предпочтения, сенсорные предпочтения. И нельзя им рекомендовать ту или иную смесь на всю оставшуюся жизнь. Поскольку имеет место быть в приедаемости, и в течение 5-7 дней он на эту смесь не сможет смотреть. Поэтому должна быть обязательная конверсия, вот эти вкусовая конверсия в отношении данной категории больных. На каком-то этапе, если это развивается тяжелый мукозит, а эти смеси, которые мы рекомендуем для применения парорального, они часто обладают обволакивающим действием, может быть назначен полный сиппинг, когда мы употребляем 4-5 баночек того или иного питания. Зондовое питание, пароральное питание, менее 50% отсуточной потребности, включая сиппинг. На протяжении недели, а если потребность зондового питания более 4 недель, то наложение гастро-лилиностома. Сразу хочу напомнить о технической составляющей. На мой взгляд, все категории больных, особенно с поражением ротоглотки и прочее, не должны у них применяться полихлорвиниловые зонды. Должны щадящие только, либо силиконовые, либо полиуретановые, поскольку применение полихлорвиниловых зондов будет приводить к развитию пролежней, возможной травматизации, образованию свящей и так далее. Ну и внутривенное питание, это недостаточное субстратное обеспечение через желудочно-кишечный тракт более недели при угрозе прежневременной смерти от кофексии. Естественно, что может быть и сочетание этих вещей. Так вот, начиная комментировать эту составляющую о вкусовых предпочтениях, вот данные нашего городского онкологического диспансера, когда работала еще городская программа и смеси получали пациенты бесплатно, посмотрите, голова, желудок, шея, да, предпочтение, ну и вкусовые предпочтения. А вот видите, что закупил доля в закупках, что закупил диспансер. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть о том, что все пациенты, кому мы назначаем сиппинговое питание, должны проходить органолептический скрининг. Они должны указать 2-3 смеси, которые для них наиболее предпочтительны в сенсорном отношении, которые должны меняться каждые 5-7 дней. А могут быть даже и в течение дня разные смеси используют. Следующий вопрос, сколько назначать? Ну, вот средние цифры, которые я привожу, вот они для любой категории пациентов онкологических подходят. Это 25-30 ккал на килограмм белок, от 1-2 до 1,5 грамм на килограмм в сутки. При некоторых состояниях, когда имеют место осложненное течение какими-то инфекциями и прочее, мог на каком-то этапе потребуется большее какое-то количество. Но если говорить о эмпирическом рабочем диапазоне, то вот энергия 1700-2000 ккал не менее, да, и белок 75-90 грамм в сутки. С повышенной вдачей вот этих антиоксидантов, которые здесь перечислены, витамина D и цинка, которые являются краеугольным микроэлементом, иммуностимулирующим микроэлементом, а также сочетание с омега-3 жирными кислотами, обладающей выраженной антицитокиновой активностью. Сразу хочу сказать, что расчет потребностей в энергии и биологии у больных с избыточной массой тела и ожирением должен учитываться на идеальную массу тела у пациентов с гипотрофией на фактическую массу тела плюс 30%. Если эти больные поступают изначально истощенными, темп или движение вот к этим целевым цифрам, которые я назвал, должно быть постепенным, не быстрым, в течение, может быть, недели, а иногда и более, в связи с высоким риском развития этой категории больных, так называемый рефидинг-синдром, составной частью которого является дизэлектромия в виде гипомагниемии, гипофосфатемии и гипокалиемии, которые могут закончиться весьма печально вследствие электрической нестабильности миокарда. Что назначать? Проблемы на сегодняшний день нет. Есть целая линейка энтеральных питательных смесей с пищевыми волокнами, видите, полимерные, олигомерные, которые частично гидролизованы и легко усваиваются. Целая группа метаболически направленных смесей при нарушениях углеводного обмена, печёночной, почной, дыхательной недостаточности, иммунодефиците. Ну, нет возможности говорить об этом. У нас только что прошла конференция, мы более подробно разбирали некоторые вот эти вещи. К сожалению, должен сказать, что вот как-то с Петрова у нас онкологов было мало, Владимир Анатольевич всех представлял у нас на конференции. Ну и параллельно на сегодняшний день тоже нет никакой проблемы в параллельном обеспечении. Вот эта линейка, пожалуйста, и технические, и питательные смеси, и для зондового, и для параллельного употребления, и для внутривенного питания, и для насоса-дозатора. Всё на сегодняшний день зарегистрировано, всё в Российской Федерации имеется. Что назначать? Конечно же, базисными питательными средствами являются стандартные полимерные питательные смеси, которые бывают и закалорические, и с повышенным содержанием энергии белка. Дифференцированный выбор в зависимости от клинической ситуации и переносимости. Олегомерные смеси назначаются только при плохой переносимости стандартных полимерных питательных смесей, либо необходимости назначения бешлаковых диет. Метаболически направлены талия на органной дисфункции или выражены нарушения углеводного обмена. Диабет, гепа, нефро, эмо. Парентеральное питание при угрозе преждевременной смерти от кохексии. Я остановлюсь в большей степени на сиппинге, который на сегодняшний день неплохо себя зарекомендовал среди категории онкологических пациентов. Видите, есть стандарты энтеральной питательной смеси, и специализированные, и за калорические, и за нитрогенные. Есть смеси с повышенным содержанием белка и энергии, как без пищевых волокон, так и с пищевыми волокнами, с разной осмолярностью, есть сладкие, разновкусовая гамма, есть не сладкие, есть специализированные смеси типа диабет и ронал. Пожалуйста, есть из чего выбрать. Клинические ситуации бывают самые разнообразные. Ну, что бы я хотел обронить, вот одна из работ очень интересных, это исследование сенсорных ощущений онкологических пациентов, которые получали противоопухолевую терапию. Смотрите, пожалуйста, 60% нарушение восприятия вкусов, 26% нарушение восприятия запахов. Пациентами были выбраны три вкуса, ну, там, в частности, компакт протеин тестировался. Охлаждающий фруктово-ягодный вкус, процент, видите, 92-94. Согревающий вкус имбиря из терапических фруктов, пожалуйста. И нейтральный вкус. Вот три вкуса, которые у этих лиц, с нарушенным восприятием вкуса и запахов, были наиболее предпочтительны. Поэтому это крайне важно, еще подчеркиваю, вот эту вкусовую гамму показывать. Так, это про это говорю. Ну, вот, представляю, я не буду на каждой из этих смесей говорить, просто линейку представляю. Видите, есть энтеральные гиперкалорические, с умеренным содержанием, да, повышенного содержания белка и энергии смеси. Это, видите, для сиппинга. С разной они осмолярностью, разная вкусовая гамма здесь перечислена в этих смесях. Пожалуйста, не хочется сладкие вкусы, пожалуйста. Есть внутриком куриный суп, овощной суп, пожалуйста, можно применять. По вкусу это полностью напоминает супы. Есть и изокалорические, и изонитрогенные смеси, как начальная адаптивная вариант алиментации больных, если они склонны, допустим, к плохой переносимости гиперосмолярной смеси. Пожалуйста, есть смеси с наиболее высоким содержанием белка и энергии, разного объема, есть 125 миллилитров, да, есть по 200 миллилитров. Разный вкус, вот тут, мы говорили, видите, согревающие имбири, лесные ягоды, охлаждающие, есть нейтральный вкус, 125 миллилитров. Одна бутылочка, 18 грамм белка, 300 килокалорий. Или здесь, вот посмотрите, пожалуйста, да, 1-200 миллилитров, 300 килокалорий, 20 грамм белка, полный набор витаминов, минералов, очень приемлемая смолянность. И так далее. Специализированные смеси. Есть же пациенты с нарушенным углеводным обменом, пожалуйста, есть и смеси с повышенным содержанием белка, энергии, есть смеси изокалорические, изонитрогенные, которые позволяют, по крайней мере, моделировать тот рацион питания, которые получают пациенты или испытывают затруднения в связи с поражением жевательного аппарата или, допустим, глотания. Питательные смеси типа Ренал. Пожалуйста, кто на диализе с повышенным содержанием белка и энергии. До диализной больные с высоким содержанием энергии и пониженным содержанием белка. Ну, вот была у нас программа, знаете, работала на базе городского онкологического диспансера, создан центр энтерального питания. Хочу просто показать, влияет ли это сиппинговое питание даже у палеотивных больных. Обратите внимание, да, 2200 пациентов прошло за это время. Из них 24%, которые имели по индексу Корновского менее 50%, процентов, это, вернее, менее 50%, по индексу Корновского менее 50-40% больных. Да, средняя длительность приема питательной смеси 134 дня. Получали в среднем дополнительную энергию 500-600 килокалорий, 37-36 граммов белка. Вот вам, пожалуйста, ПГОК их реакция. Вот это был исходный индекс массы тела до болезни. Это перед энтеральным питанием индекс массы тела составлял. Вот прошли эти дни. Он почти не упал существенным образом. Но обращаю внимание на качество жизни, да. Количество в основном лежу практически не встает, то есть пятерка, да. В 4 раза меньше таких пациентов стало. Так работают, значит, эти смеси каким-то образом. Еще одна составляющая. Орофангиальная дисфагия. Пожалуйста, есть проблемы, есть загустители. Любой из этих загустителей, которые выпускаются и за рубежом, и наши отечественные выпускаются, нутриэндисфагия, допустим, да. Количество тех или иных ложек, которые мы вводим к сантоновой камеди, с мальтодекстринома, может придавать сироп, консистенцию сиропа, крема или пудинга. Естественно, что это легче позволяет употреблять те или иные смеси. Ну и, наконец, противодействие нарастающей саркопении. Обязательная двигательная активность. Об этом надо помнить, потому что процент эффективности алиментации больных в плане противостояния саркопении это 23-25%. Как только мы начинаем сочетать это с двигательной активностью, так все это резко возрастает до 80% эффективность. Напоминаю вам о фармаконутриентном воздействии с использованием глютамина, креатина, это основной индуктор митохондриальный. Все эти больные пребывают в состоянии тяжелой митохондриальной активности. Разветвленные аминокислоты, основное противостояние противоразвивающейся саркопении. Антицитокиновая терапия, митохондриальные активаторы. Ну и анаболические индукторы, которые здесь перечислены. Вот кто-то же должен этим заниматься. Пожалуйста, вы можете создать индивидуальную композицию питательных смесей. Взять в сочетании со спортивными теми или иными модулями, с использованием тот или иной продукт, сбалансированный, с добавками определенных вещей, в том числе включая, допустим, левокорнитин и цитрулин, которые активируют митохондриальную активность. Получать такую йогуртовую консистенцию, которую пациент может употреблять в течение, скажем, нескольких часов, может быть, дробно или однократно в течение получаса и так далее. Сухие смеси, на основе которых делаться могут эти коктейли, надо помнить, они могут добавляться, эти смеси, естественно, в гарниры, повышая биологическую ценность потребляемого рациона. Они имеют практически все нейтральный вкус и особо не портят, еще раз говорю, вкусовые качества, принимаемые естественной пищей. Если нет возможности получать пищу, естественно, должным образом через желудочно-кисчечный тракт, на сегодняшний день нет проблемы в плане обеспечения все это через внутривенный доступ. Есть контейнеры 3 в 1 для центрального, периферического питания, витаминные комплексы, микроэлементные комплексы. Правда, с витаминными комплексами и микроэлементными сейчас перебои начались. Но еще раз хочу подчеркнуть, что это парантеральное питание назначается при невозможности или недостаточности лимитации пациентов через желудочно-кисчечный тракт. Более ли недели, если они получают меньше 50-60% от потребности. И угрозе преждевременной смерти от кохексии. И заканчивая, хочу резюмировать, что разумная оптимизация питания онкологических больных является одним из важнейших компонентов медицинского пособия, который позволяет улучшить качество их жизни. И в настоящее время существует различные эффективные технологии питательной поддержки любой категории онкологических больных, включая голову и шею, больных с опухами головы и шеи. И нет никаких разумных причин использовать данный вид медицинского пособия на разных этапах их лечения, что естественно будет повышать эффективность и применяемых всех этих лечебных процедур, уменьшать потребность в ненужных гемотрансфузиях, переливаниях альгумина и так далее. Благодарю вас за внимание. На этом сайте вы можете получить дополнительную информацию и посмотреть материалы нашей последней, только что прошедшей конференции, где рассуждаются многие эти вопросы. И полдня пленарного заседания 21 числа как раз и было посвящено онкологическим больным. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...